Человек-собаке-друг, так поется в известной детской песне. Но так бывает не всегда. Пес по кличке Форест сейчас в надежных руках. Но буквально несколько дней назад его жизнь висела на волоске. Есть перелом фаланги пальца. В данном случае здесь мы предложим лечение консервативное. Значит, так как щенок еще растет, он в периоде роста, то, что мы видим проблему с локтевым суставом, эта проблема вывихла к локтевому суставу. Четырехмесячный щенок получил травмы в этом доме, выстрея на улице Московская, от рук прежней хозяйки Анны. И вот что рассказывают соседи. Орет не своим голосом. Я вышла, сначала я постучала и в батареечке. В батареечке постучала, не реагирует. Я спустилась вниз. Собачка все это истошным криком позвонила в дверь. Нет, постучала, позвонила, постучала. Опять домой поднялась. Опять слышу с этой стороны стучат. Тоже ей собачка просто не своим голосом кричала. Мне пришлось вызвать милицию. В 2011-е я вызвала милицию. Милиция приехала? Они приехали, но плохо то, что они около ее окна напротив остановились. Им бы вот здесь остановиться, они бы еще слышали, как она ее била. А это она увидела, что уже милиция подъехала. А она прекратила. Она ее за шею тянет, тянет, а собака упирается. Я думала, что она ее вообще задушит. Честно, я насколько не люблю животных, но мне было очень жалко. Сколько бы продолжались мучения Фореста и чем они могли закончиться, остается только домысливать. К счастью, о происходящем узнала истринская общественность. Крик о помощи в одном из постов в социальной сети стал началом истории по спасению животного. Анна так и не вышла. Однако, по словам все тех же соседей, об отсутствии своего питомца, если так можно назвать, девушка известила всех. Бывает утром нормально, она и поздоровается, и все. А бывает, как бес вселяется. Когда собаку забрали у нее, она до утра бегала, по двору кричала, всех убьет, всех зарежет. Где моя собака? В этом мирном дворе забота о животных чувствуется невооруженным взглядом. Соседи то и дело подкармливают кошек, собак и даже пускают погреться в подъезд. Ну, лично мои чувства затронуло это потому, потому что я здесь все-таки с 11-го года живу. Это уже фактически мой родной город. Я не хочу, чтобы в моем городе просто были такие люди, которые жестоко обращаются с животными, издеваются над ними. Пока что рано говорить, что это все дело рук одного человека. Но аргументами за эту версию выступает и болезнь Анны. Матери нету, и никто не может ее отправить в больницу. Только с ее согласия. А на что она будет соглашаться? Честно говоря, мне ее как человека очень жалко. Ну жалко, она никому не нужна. Ни матери, ни отца. Она придет сейчас ночью, мать глухая. Как она слышала, что она пришла. И она там начинается бойня часов до двух, до трех. В три придет, в три бойня начинается. Мать ее била. Как только придет, она все. Что будет дальше с судьбой живодерки решать полиции? Волонтеры и соседи написали коллективное заявление по статье 245 УК РФ. Факт избивания животного и жестокое обращение. Также они настаивают на медицинском освидетельствовании Анны. Если же вину девушки докажут, то самым строгим наказанием будет 6 месяцев ареста, либо до одного года ограничения свободы. К счастью, сейчас жизни Фореста ничего не угрожает. О нем заботятся и борются за его здоровье. Максим Рыков, Юлия Андреева, Егор Евстигнеев, Истра РФ.